Дорогие друзья, недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и всех собравшихся здесь сердца здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам, нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастья, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам, который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее. 2020-й завершает трилогию Малой Родины. Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад, а пять, десять, четверть века. Ваша огромная заслуга в том, что уже ни одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля на обломках Великой Империи, имя которой Советский Союз. Да, было нелегко. Конечно, что-то получилось сделать на отлично, даже лучше, чем мы себя когда-то представляли. Что-то на хорошо, а над чем-то предстоит еще немало поработать. Ведь мы-то с вами совершенно точно знаем, коровая свежего, душистого, натурального хлеба – это итог долгого, упорного и кропотливого труда. Да, и никак иначе. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности – вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны, для своего народа. И обязательно только всем вместе. Недаром в советские времена говорили, прежде чем спросить, что Родина сделала для тебя, спроси, а что я сделал для Родины, для своей страны, для своего народа. Истинная любовь к отечеству – созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устоявшиеся устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное, в такие времена надо слушать свое сердце. Оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее.